Здравствуйте, дорогие коллеги! Мы с Первым медицинским каналом продолжаем запись лекций, предназначенных в первую очередь для студентов, которые в связи с ограничительными мерами по распространению чертового коронавируса оказались на дистанционном образовании. Я уже говорил в предыдущих лекциях, что все эти лекции являются абсолютно открытым материалом. Вот QR-код, который можно использовать, он приведет просто на драйв, где все эти лекции выложены, они выложены в PPTX-формате, вы можете делать с ними все, что угодно, можете раздергивать их на слайды, редактировать, то есть использовать абсолютно по вашему усмотрению. Если у вас какие-то вопросы, вы можете найти меня в социальных сетях, вот мой адрес электронной почты. И сегодня мы продолжим лекцию, тему, которую мы начали пару дней назад, это тема общей клинической фармакологии. Мы уже поговорили по вопросам фармакокинетики. Сегодня следующая часть, сегодняшняя часть посвящена фармакодинамике. Но, как обычно, как и в прошлой лекции, я снова покажу дополнительные учебные руководства, которые могут вами использоваться, потому что лекция – это лекция, она ни в коей мере не призвана заменять учебники, она ни в коей мере не призвана заменять вашу учебную программу. Я здесь специально не привожу какого-либо учебника, который должен использоваться, просто потому что, полагая, надеюсь, что эту лекцию будут смотреть разные студенты, у вас у всех своя учебная программа, возможно, свои рекомендованные учебники. Поэтому все выведенные на экран учебные пособия, они были использованы для подготовки этой лекции, и они рекомендуются тем, кто хочет продолжить свое самообразование в области клинической фармакологии. Ну, во-первых, достаточно современное руководство принципа клинической фармакологии, традиционно Аткинсов так называемый. Есть его перевод на русский язык, перевод не новый, переводилась книга, наверное, лет 10 назад, но все-таки это действительно современное, хорошее руководство. Не устаревающая, вечно зеленая клиническая фармакология по Гудману и Джилману. Здесь старый перевод на русский язык, сейчас существует более новая редакция. Два руководства, подготовленных издательством Кембридж Пресс, это руководство по фармакодинамике, в первую очередь описывающее, кстати, нашу сегодняшнюю тему, взаимодействие лекарств с рецептурным аппаратом, и руководство по расчетам по фармакокинетике. Там много хороших задач, там много практических задач. Возможно, тем, кто будет работать в области клинической фармакологии, именно клиническая фармакокинетика будет определять концентрацию препаратов, будет мониторировать фармакокинетику каких-то лекарственных средств. Задачи, предлагаемые здесь, пригодятся. Абсолютно также не устаревающее вечно зеленое руководство, такая классика Бертран Кацунг, базовая и клиническая фармакология. Очень много примеров, которые будут рассматриваться сегодня, взяты именно из этого руководства. Оно пережило большое количество изданий и достаточно большое количество переводов на русский язык. Вообще, очень рекомендуемое руководство по клинической фармакологии. Ну и три руководства, которые я бы рекомендовал тем, кто хочет совсем уж глубоко погрузиться в тему. Это хорошие учебные руководства, они будут полезны не только врачам, но и тем, кто работает в области фармакохимии, тем, кто работает в области фундаментальных наук. Это два руководства по клинической фармакологии и фармакокинетике. Одни и те же авторы, Роланд и Тозер. Вот это вот толстое, здоровое такое, оно очень фундаментальное руководство. К нему еще прилагается код доступа к онлайн ресурсам. И Essential of Pharmacokinetics и Pharmacodynamics – это вот как бы выжимка такая из этого руководства, такое потоньше, для самостоятельного освоения, по крайней мере, основных начал этих дисциплин. И, пожалуй, самое современное руководство по фармакокинетике и фармакодинамике – Сара Розенбаум под ее редакцией. Все эти руководства, если у вас возникнет вопрос, мне уже присылали студенты вопросы, где их можно купить, ну, по крайней мере, я могу сделать отсылку на сайт Амазона, вы можете их найти в Амазоне. Поэтому, если у кого-то возникнет необходимость, пожалуйста, обращайтесь, пришлю. Сейчас давайте вспомним. Мы уже говорили на прошлой лекции о том, что такое фармакокинетика и фармакодинамика. Ну, небольшое такое рекурсия, небольшое воспоминание, немножко уйдем к старому. Итак, мы говорили, что фармакокинетика – это то, что организм делает с лекарством. То есть, путешествие лекарства по организму, приключение лекарства в организме. Соответственно, фармакодинамика – это наоборот, это то, что лекарство делает с организмом. Самое простое, самое, наверное, интуитивно понятное и самое запоминающееся определение этих двух дисциплин. Давайте начнем с того, что поговорим о том, как вообще взаимодействуют лекарства и организм. Потому что у нас есть много уровней, много подходов к фармацевтическому, к фармакотерапии, много разнообразных аспектов действия лекарств. Ну, сперва замещающие. То есть, когда мы назначаем лекарственный препарат, когда у нас лекарственным препаратом является какой-то компонент организма, который в дефиците, либо который отсутствует. Ну, скажем, самое распространенное, наверное, замещающее лечение – это гормонотерапия. Например, гормонотерапия, инсулинотерапия при диабете первого типа. То есть, когда не хватает инсулина, значит, мы вводим сторонний инсулин. Следующий подход – это попытки взаимодействовать на биофизическом уровне. То есть, воздействие на потенциал мембран, воздействие на потенциал клеточной мембраны, изменение этого потенциала, которое приводит к изменению характеристики функционирования клетки. К примеру, антиритмические препараты. Биохимическое воздействие. Пытаемся взаимодействовать и воздействовать уже на конформацию макромолекул. Возможно, пытаемся изменить рецепторную конформацию, конформацию каких-то сигнальных молекул. Биологическое воздействие. Очень большое количество препаратов, которые сейчас на рынке, более 200 препаратов. Сейчас бум переживает биотехнологическая индустрия, разрабатывается очень большое количество моноклональных антител. В принципе, с моноклональными антителами все достаточно просто и весело, потому что все моноклональные антитела можно определить по их непатентованному наименованию, можно определить их характеристику. Они заканчиваются на MAP, от английского Monoclonal Antibodies, Апцексимаб, Бевоцизумаб, Эволикумаб и так далее. Эти препараты сейчас выходят на первый план в области лечения ряда патологий в онкологии, в ревматологии. Генетическое влияние. Это уже, конечно, новации последних нескольких лет. Они связаны с тем, что появились технологии, позволяющие непосредственно влиять на процессы трансляции, репликации нуклеиновых кислот в клетке. То есть это, в первую очередь, CRISPR-Cas9 технологии и технология интерферирующей рибонуклеиновой кислоты, IRNA, так называемая, или интерферентная РНК. То, о чем мы много слышим, но то, чего пока очень мало, это нанотехнологическая попытка воздействия. А сейчас нанотехнологии, в первую очередь, имеют отношение все же к формакокинетике. То есть нанотехнологии – это разнообразные липосомальные оболочки или другие способы с помощью наночастиц дозированно, контролируемо доставлять лекарственные препараты в определенные участки организма, либо с помощью этих наночастиц изменять фармакокинетические свойства этих препаратов, например, защищать их от избыточно экстенсивного выведения из организма, способствовать их избирательному накоплению в каких-то областях. И, наконец, мы не должны сбрасывать со счетов так называемое неопределенное воздействие, взаимодействие лекарства и организма. Ну, давайте скажем откровенно. Эффект плацебо, он существует, а эффект плацебо, напомню, что плацебо произошло от латинского глагола «plaцера» – удовлетворять, приносить удовольствие, восхвалять. Ну, потому что есть такая городская легенда, не вполне правильная, буду немножечко занудой. Говорят, плацебо переводится с латыни «пустышка», нет никакая не пустышка, хотя по сути да. По сути, плацебо – это имитатор лекарственного средства, это некая лекарственная форма, которая не имеет собственного воздействия на организм, которая биологически индифферентна. Но при этом за счет того, что пациент верит, доверяет, за счет того, что он уверен, что это лекарство ему поможет, у него развивается плацебо-эффект. Возможно, есть даже данные, что какие-то плацебо-препараты, активность их и эффективность этих плацебо-препаратов, она связана, например, с цветом таблетки. Мы проводили специальные исследования, было показано, что самое эффективное плацебо красного цвета, менее эффективное голубого цвета, самое неэффективное белого, потому что люди привыкли, что белое, что это такое белое. Мел, сахар, не знаю. Вместе с плацебо мы должны отнести к неопределенному эффекту, эффект гомеопатических препаратов, несмотря на то, что, да, действительно, материалистическое восприятие мира, оно не позволяет нам говорить о том, что гомеопатические препараты имеют какую-то мишень действия, гомеопатические препараты могут в принципе действовать на организм, но при всем при этом огромное количество людей во всем мире принимает гомеопатические препараты. Я не думаю, что с этим надо активно бороться, прямо там гомеопатов на вилу нет, ну что, ну почему, людям нравится, люди пьют, и плацебо-эффект реализуется посредством применения гомеопатических препаратов. Единственное, сразу сделаю некий стейтмент, гомеопатические препараты ни в коем случае никогда не могут заменять конвенционную терапию, то есть терапию, для которой эффективность применения доказана. Гомеопатические препараты не могут продаваться и создавать у людей избыточные и ложные надежды, что, ну, например, там, в ситуации, когда не существует никакого лекарственного средства, а вдруг поможет гомеопатия. Но давайте еще скажем о другом эффекте, ноцебо-эффекте. Потому что о плацебо-эффекте знают все. Ноцебо-эффект – это более редкий термин, который сводится к такому постулату. Если вы считаете, что на вашу голову непременно упадет кирпич, вероятность падения кирпича повышается. То есть, если человек считает, что лекарство ему не поможет, а навредит, он, ну, точно так же, как и плацебо-эффект может вызвать у него хорошие изменения в состоянии здоровья, точно так же, ноцебо-эффект будет у него давать изменения в состоянии здоровья неблагоприятные, появятся побочные эффекты препарата. Вот представьте себе, ваш пациент, ваши будущие пациенты, они читают вот этот вот длинный перечень возможных побочных эффектов, которые приводятся в инструкции на лекарственный препарат, в инструкции по медицинскому применению, в инструкции вкладыша, потому что они получают эту инструкцию вкладыш вместе с лекарством. А дальше они прочитывают это. Но ваша задача в чем будет состоять? Объяснить, убедить, что да, действительно, эти побочные эффекты регистрировались. А дальше там написано, например, там очень редко, один раз на 10 тысяч случаев. То есть, ну, один раз на 10 тысяч случаев скажите своему пациенту, это не ваш случай, это явно, но слушайте, неужели вы верите в свою звезду? Потому что в противном случае, перечитав количество этих побочных эффектов, кто-то будет отказываться от применения лекарственных препаратов именно в связи с этим ноцебо-эффектом, ну а в дальнейшем результаты лечения будут неудовлетворительными. По механизмам действия лекарственных препаратов мы можем выделить влияние на рецепторы. Ну, например, все препараты, влияющие на уровни адренергических рецепторов, на уровни альфа- и бета-рецепторов, как их агонисты, так и антагонисты. Или на уровне холинергической системы, на уровне М-холинорецепторов и Н-холинорецепторов, в первую очередь М-М-холинорецепторов. Препараты, влияющие на активность ферментов, ингибиторы ангиодензин, превращающего ферменты, нестероидные противовоспалительные средства, все действия которых сводятся к воздействию на циклооксигеназу, они блокируют циклооксигеназу, за счет чего нарушается выработка в конечном итоге протестолагландина И2, который является непосредственным медиатором воспаления. Препараты, влияющие на различные компоненты клеточных мембран, например, антиоритмики, препараты, влияющие на каналы клеточных мембран, на натриевые каналы, на калиевые каналы, либо антибиотики. Здесь уже происходит взаимодействие препарата не с клеточной мембраной человека, а с клеточной мембраной паразита, то есть это препараты, которые предназначены для негативного влияния, для разрушающего влияния на клеточные мембраны, но уже бактерии. Прямое взаимодействие с какими-то химическими соединениями, например, включение препарата с крупными молекулами. Примером здесь могут быть гепарины. То есть препараты, которые посредством антитрамбина-3 соединяются с протрамбином и нарушают процессы свертывания крови. Либо замедляют процесс свертывания крови. Либо инъебиторы 10-го А-фактора свертывания крови. Это могут быть и гепарины, это могут быть и новые антикоагулянты. Препараты, нарушающие метаболизм в клетках. Чтобы нарушать метаболизм, надо оговориться, что метаболизм нарушается в клетках, которые мы считаем злыми, плохими, нежелательными для организма. Это цитостатики, антибактериальные препараты, противопаразитарные препараты. Препараты антиметаболического действия разрабатываются таким образом, чтобы они имели максимальную тропность, максимальное сродство к нежелательным клеткам. Но при этом в наименьшей степени поражали клетки организма, все остальные клетки хозяина. Сегодня в качестве модели такой фармакодинамики мы будем больше всего говорить о процессе связывания препаратов с рецепторами. Вообще фармакодинамика делится на две части. Это общая фармакодинамика, когда мы описываем те формулы, те графики, те подходы, которые мы используем при разработке лекарственных препаратов, для описания активности этих лекарственных препаратов. И вопросы частной фармакодинамики. Но частная фармакодинамика – это уже воздействие на организм каждой конкретной группы лекарственных веществ. И частную фармакодинамику вы в большей степени будете изучать в ходе занятий по теме частной клинической фармакологии. Когда изучаются разные группы лекарств, предназначенные для лечения разных органов и систем, для лечения разных болезней. А общая фармакодинамика… Давайте начнем с рецепторов как раз таки. Итак, очень большое количество лекарств. Оно действует за счет связи с конкретным протеином. То есть лекарства имеют сродство к конкретному белку, которое определяется формированием временных химических связей молекулы лекарственного препарата с этим белком. И дальше это лекарство воздействует на этот белок. Потому что задача рецептора в чем? Рецептор – это структура, которая должна запустить ответную реакцию организма на воздействие какой-либо сигнальной молекулы. Это может быть гормон, это может быть нейротрансмиттер, это может быть цитокин. Для этого предназначен рецептор. Мы делаем лекарство. Лекарственный препарат должен угнать, если угодно, рецептор, украсть эту невесту, угнать самолет у организма. То есть он должен угнать его у гормона нейротрансмиттера или цитокина и воздействовать через этот рецептор само. Либо это будет более активное воздействие, либо это будет замещающее воздействие. либо, возможно, наш лекарственный препарат, воздействуя на рецептор, будет блокировать действие этого гормона или нейротрансмиттера, то есть блокировать ту реакцию, которая, с нашей точки зрения, лежит в основе развития патологического процесса. Связь с рецепторами характеризуется несколькими понятиями и несколькими параметрами. В первую очередь это аффинитет. Аффинитет, или affinity по-английски, это сродство и прочность соединения лекарственного препарата с рецептором. Чем его можно описать? То есть это то, насколько, если бы лекарство имело волю выбора, насколько охотно оно связалось бы именно с этим рецептором, предпочтя этот рецептор какому-либо другому. То есть, если угодно, это сила выбора лекарственного препарата. А более научно аффинитет описывается концентрацией, требуемой для связи всех рецепторов. Вот посмотрите на эту картинку. Вот это процент связи с рецепторами. Картинка на английском языке, она взята, очень хорошая картинка, взята из открытого источника, взята из статьи в Википедии по фармакодинамике. Кстати, если кого-то заинтересует статья в Википедии, пожалуйста, я рекомендую, но только именно в англоязычной. В Википедии, потому что русскоязычная статья, она такая очень поверхностная, обзорная, там несколько слов всего. А в английской Википедии там очень хорошая статья по фармакодинамике, можете почитать, там тоже хороший дополнительный материал. Так вот, вот на этой картинке по оси ординат у нас процент связывания, процент, иначе иногда говорят, оккупации, оккупирования рецепторов. А здесь концентрация леганда, то есть того лекарства, того вещества, которое связывается с этим рецептором в растворе. Вот смотрите, higher affinity или леганд с высоким аффинитетом к рецепторам. Видите, концентрация и связывание, то есть процесс связывания препарата с рецепторами нарастает по мере увеличения концентрации очень быстро. Здесь очень крутой подъем идет, связывание. Дальше он, конечно, замедляется, несколько замедляется, и вот приходит к 100%. Но на участке, например, вот этом, вот до 60%, колено, вот это восходящее колено этой кривой, оно очень круто уходит вверх. То есть вот характеристика высокого аффинитета препарата. А вот эта вот кривая, она характеризует леганд с низким аффинитетом. То есть концентрация увеличивается, но при этом связь с рецепторами нарастает постепенно. И видите, в итоге, тут, где, в той ситуации, где у леганда с высоким аффинитетом почти что 100% рецепторов были оккупированы этим легандом, были связаны, здесь количество оккупированных рецепторов в той же концентрации, оно оказывается в полтора раза ниже. Да, пока не перешли к следующему слайду. Еще один момент. Учтите, аффинитет не характеризует ответ. Сила связывания не обязательно значит, что связывание лекарства с рецептором даст выраженный ответ той клетке, на которой фиксирован этот рецептор. Аффинитет – это именно характеристика взаимодействия леганда с рецептором, но не ответа на стимулирование этого рецептора. Ответ на стимулирование этого рецептора описывается другим параметром. Этот параметр называется эффективность или действенность, на английском efficacy. Смысл efficacy, эффективности – это максимальный ответ, который можно получить при связывании легандом всех имеющихся рецепторов. Как обычно происходит? То есть, если мы возьмем полулогарифмические координаты, когда у нас доза описывается как логарифм, она увеличивается на порядок каждый следующий шаг, то по мере нарастания дозы, по мере нарастания концентрации, сперва мы не получаем никакого ответа, потому что у нас концентрация препарата не достигает минимальной пороговой концентрации. Вроде бы связывание происходит, но еще видимого ответа от мишени мы не имеем. Дальше у нас следующий этап – это этап линейного, линейной взаимосвязи, линейной зависимости нарастания концентрации и получаемого ответа. То есть, по мере нарастания концентрации препарата мы предсказуемо получаем увеличение ответа мишени. И мы можем сказать, что если на этом участке мы увеличим концентрацию в 10 раз, то ответ у нас возрастает в 2 раза. То есть, у нас есть логарифмический линейный ответ. На этом участке кривой мы можем прогнозировать ответ в зависимости от дозы или концентрации препарата. А дальше наступает момент, когда вот эта кривая переходит в так называемую асимптотическую фазу. То есть, она слегка нарастает, но практически стремится уже к максимуму. И дальнейшего нарастания максимального эффекта, вот если мы продолжим ее так вот виртуально и поведем дальше эту линию, уже нарастания этого эффекта не будет. В случае с рецепторами это довольно простое объяснение. Оно такое очень механистичное. У вас просто закончились все рецепторы. Препарат связался со всеми возможными рецепторами. Дальнейший остаток препарата, он либо где-то будет просто бултыхаться у вас в системе, ну бултыхаться в крови, скажем, он будет выводиться у вас незадействованным. Либо тут может быть еще одна ситуация, эти препараты найдут себе какую-то другую мишень. Такая ситуация вполне возможна. При нарастании, например, концентрации препарата селективность начинает теряться. Но я покажу вам это позже, как это все выглядит. И третий параметр, характеризующий вопросы взаимодействия леганда с рецептором, это активность или потенции. А здесь смысл какой этого параметра? Это как раз таки параметр, который объединяет и аффинитет, и эффективность. Вот смотрите, мы возьмем ту же самую ситуацию, ту же самую кривую, что мы рассматривали для оценки эффективности, но выделим на ней другой параметр. Так называемую концентрацию, при которой достигается 50-процентный ответ от максимального. Вот она. Мы обозначаем EEC 50, effective concentration 50-процентная. И этот параметр как раз таки характеризует, на каком уровне мы достигаем 50-процентного возможного ответа. То есть, если у нас аффинитет будет более высоким, кривая пойдет как-нибудь вот так, соответственно, у нас в этой ситуации ответ будет получен раньше. А если у нас будет более выраженная действенность, кривая уйдет вверх, ответ мы получаем раньше. То есть, и в случае повышения аффинитета, и в случае повышения эффективности мы можем получить более высокую активность. Зависит опять-таки от ситуации, от того, насколько активно, насколько эффективно леганд в данном случае стимулирует рецептор, и каков ответ рецептора на стимуляцию легандом. И вот базовые расчетные параметры, которые используются в фармакодинамике. Ну, посмотрите, эта формула, ее достаточно просто опять-таки понять. Здесь ничего сложного нет. Знакомая вам уже кривая. Вот здесь ответ. Но мы можем здесь прочертить виртуальную, представить себе еще одну ось, которая будет характеризовать уже не ответ, а процесс связывания с рецептором. Таким образом, у нас ответ, получаемый при какой-то конкретной концентрации, эффект Е, будет равен максимальному эффекту. Вот он, вот это величине, умноженный на ту концентрацию, для которой мы хотим рассчитать необходимый ответ, и поделенный на концентрацию, для которой мы рассчитываем этот ответ, ну, предположим, 10 во второй степени, плюс вот этот параметр концентрации, при которой мы получаем максимальный ответ организма. Таким образом, мы можем, проанализировав эту кривую, рассчитать, для какой концентрации, какой ответ мы будем получать. И так мы моделируем фармакодинамическое взаимодействие. Тот же самый подход мы можем получить, если нас интересует не вопрос ответа, а вопрос моделирования процесса связывания конкретного легенда с конкретным рецептором. То есть, в этом случае у нас уже в расчете будет использоваться связывающая величина, связывающая концентрация. Процент связывания при определенной концентрации будет равен максимальному. А проценту связывания, предположим, это может быть даже 100%, умноженный на конкретную концентрацию, для которой мы рассчитываем эту величину, и деленный на концентрацию, для которой будет рассчитана величина, и коэффициент, который равен, по сути, вот этому ИСи50. Это та же самая величина. То есть, коэффициент, это ЭКД, это концентрация, при которой 50% всех рецепторов имеющихся связывается этим легендом. Вот это два основных подхода, которые используются для моделирования и для оценки процесса связывания легенда с рецептором и процесса оценки и описания эффекта воздействия препарата на рецептор. Следующая ситуация. Мы говорили сейчас об агонистах лекарственных препаратов, о препаратах-агонистах, а теперь антагонисты. Антагонисты – это лекарственные вещества, которые связываются с рецептором, но их самостоятельная активация этого рецептора не имеет принципиального значения. Здесь принципиальное значение имеет как раз то, что связываясь с рецептором, они не дают связаться с этим рецептором молекули, которая является агонистом этого рецептора. Например, бета-адреноблокаторы. Бета-адреноблокаторы связываются с адренорецептором, за счет чего не дают связаться с рецептором адреналину и норадреналину, которые посредством связи с этим рецептором производят стимулирующее воздействие. Антагонисты разделяются на два типа Конкурентные антагонисты Смысл конкурентного антагонизма Грубо говоря, один из конкурентов Больше по какой-то причине нравится этому рецептору У него выше аффинитет, понятие, о котором мы уже говорили Нежели конкурент другой То есть взаимодействие будет идти между рецептором и вот этим конкурентом И вторая ситуация Не конкурентный антагонизм Либо рецептор полностью будет связан по какой-то причине с этим антагонистом Либо возможно так называемое ауэстерическое моделирование То есть рецептор сам по себе не связывается Но за счет прикрепления антагониста где-то рядышком Происходит изменение его пространственной структуры И связь с природным веществом Связь с природным агонистом этого рецептора Становится невозможным Возможно частичный и полный антагонизм Смысл частичного антагонизма Например, вот опять-таки его проще объяснить на примере бета-адреноблокаторов Существуют бета-блокаторы с собственной симпатомиметической активностью То есть, грубо говоря, предположим, что адреналин при воздействии на бета-адренорецепторы На бета-1 рецепторы будет вызывать тахикардию Условно говоря, он стимулирует частоту В норме частота сердечных сокращений 80 При воздействии дополнительного количества адреналина она будет равна 100 Провзаимодействовали Мы разрабатываем некий бета-блокатор, который, связываясь с бета-рецептором, вытесняет адреналин Он не дает ему провзаимодействовать с этим рецептором Но при всем при этом он сам стимулирует частоту сердечных сокращений Но стимуляция его будет обрываться на цифре 70 Что будет происходить, если мы назначаем этот препарат человеку с частотой сердечных сокращений 70 Ну, наверное, ничего Просто адреналин не подействует на сердце, не разгонит сердце Частота сердечных сокращений не увеличится С другой стороны, это хорошо С другой стороны, если мы назначаем этот препарат человеку с частотой сердечных сокращений 60 Препарат с собственной симпатомиметической активностью Увеличит эту частоту сердечных сокращений до 70 но не даст адреналину увеличить ее до 100. То есть, собственная активность – это такая управляемая активность, это частичные агонисты-антагонисты. То есть, они сами по себе стимулируют рецепторы, но при этом стимулируют слабо и не дают провзаимодействовать с рецепторами тем легандам, которые стимулируют их сильно. Следующее деление антагонистов – это по химическому и физиологическому антагонизму. Что такое химический антагонизм? Я уже рассказал. Это когда два рецептора борются непосредственно… Два, извините, леганды борются непосредственно за один рецептор, и один из них, благодаря более выраженному афинитету, побеждает. Что такое физиологический антагонизм? Например, когда за счет того, что мы действуем адреналином и повышаем частоту сердечных сокращений, мы пытаемся снизить ее путем, например, назначения эмхолиномиметиков. То есть на другом уровне пытаемся провзаимодействовать. То есть когда мы одни рецепторы за счет стимуляции одних рецепторов и эффект получаем за счет стимуляции одних рецепторов пытаются снизить за счет другого воздействие на другие рецепторы. Либо, к примеру, когда стероидные препараты, стероидные гормоны, Они повышают уровень глюкозы, это один из механизмов воздействия стероидных гормонов, попытка нивелировать этот уровень глюкозы путем воздействия, скажем, инсулином. То есть, вот это физиологический антагонизм, разнонаправленное действие за счет разных механизмов. На самом деле, конечно же, если мы хотим контролировать какой-то физиологический процесс, то нам лучше воздействовать именно на этот сам физиологический процесс, а не пытаться уравновесить его путем изменения параметров другого физиологического процесса. Итак, антагонизм. Вот такие графики, которые могут показать нам разницу между воздействием конкурентных и неконкурентных антагонистов. Вот смотрите, по оси ординат у нас эффект. Опять-таки, в процентах от максимального. Вот это концентрация препарата-агониста. Итак, если у нас мы начнем действовать просто агонистом, без добавления каких-либо антагонистов. Итак, у нас эффект постепенно нарастает, потом сглаживается, и вот в этот момент он переходит в ту самую асимптотическую фазу, когда дальнейшее повышение концентрации агониста неэффективно, потому как попросту закончились все рецепторы. Теперь давайте добавим конкурентный антагонист. То есть антагонист, который вытесняет из связи агонист, но либо за счет своего более высокого аффинитета, более высокого сродства к этим рецепторам, либо он требует просто большей концентрации. Просто за счет своей большей концентрации он будет вытеснять агонист. Когда рецептор выбирает, например, при одинаковом аффинитете, если у вас будет на одну молекулу агониста приходится 4 молекулы антагониста, более вероятно, естественно, что антагонист свяжется с рецептором, а не агонистом, несмотря на то, что аффинитет идентичен. И вот смотрите, видите, добавляем конкурентный антагонист, и у нас добавление в его присутствии агониста, то есть препарата, активирующего рецептор, приводит к не такому быстрому нарастанию эффекта. Эффект нарастает постепенно, он связан с тем, что концентрация агониста постепенно повышается, она начинает превосходить в какой-то момент концентрацию антагониста, но точно так же потом возможен выход на такую плату, то есть либо очень медленный подъем, выше, 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 с выходом на асимпатическую фазу где-то здесь. А вот ситуация, когда мы добавляем так называемый неконкурентный антагонист. Он не конкурирует, он просто жестко завязывается на этих рецепторах и все, и он блокирует практически воздействие препарата, активирующего эти рецепторы. То есть в какой-то момент при достижении вот этого вот эффекта влияние агониста становится уже ничтожным, потому что остальные рецепторы, они просто выведены из строя, они жестко заблокированы неконкурентным антагонистом, и как ни повышая концентрацию агониста, он не может вытеснить антагонист из связи с рецепторами. Он связался раз и навсегда. Для того, чтобы оценить вот эти соотношения, ну есть такое уравнение Шилда, то есть если нас интересует концентрация, каким образом у нас будут соотноситься концентрации в присутствии агониста и без таковой, то мы можем разделить концентрацию в присутствии агониста на конкретную концентрацию, и вот это отношение будет равно единице плюс концентрация антагониста на так называемый коэффициент связывания. Это уравнение Шилда позволяет нам рассчитать концентрационные параметры в этом случае. А если у нас, например, отношение концентрации агониста-концентрации антагониста будет равно двойке, то мы можем просто, коэффициент связывания, он будет равен концентрации антагониста. То есть таким образом рассчитывается коэффициент связывания препаратов. И еще раз вернемся к вопросам фармакокинетики. Помните, мы говорили о том, что существует линейная фармакокинетика и нелинейная фармакокинетика. И вот до какого-то периода у нас линейная фармакокинетика. То есть по мере увеличения дозы у нас увеличивается площадь под кривой. У нас не происходит кумулирование препарата. У нас процесс его распределения и метаболизма, этот процесс уравновешивает процесс его нарастания, его концентрации в крови. А возможно ситуация, например, когда у нас насытились все ферменты. И в этом случае у нас в какой-то момент при нарастании дозировки лекарственного препарата возникает резкое скачкообразное увеличение площади под кривой. То есть в ответ на следующий степ, следующие, скажем, 2 мг лекарственного препарата, у нас общая экспозиция препарата возрастает ожидаемо не 1,2, к примеру, а сразу в 2 раза. Это называется кинетика с насыщением. То есть препарат просто перестал метаболизироваться, перестал выводиться, выводящие системы организма насытились, и дальше происходит его экспоненциальный рост, его экспозиция на организм. Вот эта вот ситуация с нелинейной кинетикой, она в фармакодинамике может спровоцировать так называемое кумулирование эффекта. То есть до какого-то момента повышение концентрации препарата приводит к линейному ответу на повышение этой концентрации. То есть чем больше мы увеличиваем препарат, тем более сильным становится ответ, но сила ответа остается предсказуемой. Мы можем продолжать эту прямую и смоделировать. Мы видим, что там какой будет ответ при дозе 4 мг, какой будет ответ при дозе 6 мг, 8 мг и так далее. Кинетика скумулировала все, а ферменты насытились, кинетика перестала быть линейной, кривая резко уходит вверх. То же самое мы можем получить при оценке ответа организма на лекарственный препарат. Кривая точно так же пойдет вверх, и следующее нарастание дозы приведет к увеличению эффекта уже не на 2 условных единицы, а в 2 раза. Таким образом описывается в фармакодинамике процесс кумуляции эффекта при превышении рекомендуемой дозировки. Ну и еще. Селективность все-таки понятие относительное. Я уже говорил о том, что афинитет, как правило, это вещь такая. Афинитет может быть, да, что-то нравится, не знаю, лекарству нравится рецептор, а в 30 раз больше лекарство нравится рецептору, но до определенного момента. Итак, возможно, какая ситуация. Вот у нас стандартный ответ, например, на некий лекарственный препарат. Кривая находится в подпороговом уровне, потом переходит в сегмент линейного нарастания ответа в зависимости от концентрации. И дальше после оккупации практически всех доступных рецепторов переходит в асимптотическую фазу. То есть дальнейшее нарастание не дает эффекта на эти рецепторы, не дает стимуляции этих рецепторов. Рецепторы просто закончились, они все связаны. Но мы упорно продолжаем наращивать концентрацию. До какого-то момента наращивание концентрации у нас не дает эффекта при оценке взаимодействия препарата с второй возможной мишенью, с вторым рецептором. Хорошим примером здесь являются бета-1 селективные блокаторы. То есть представим себе, что это бета-блокатор. Итак, это селективный бета-блокатор, мы получаем прекрасный эффект. У нас замедляется частота сердечных сокращений, у нас снижается артериальное давление, снижается систолический выброс, снижается работа сердца. То есть мы получаем желаемый клинический эффект. И мы не получаем побочных эффектов, связанных с влиянием этого бета-1 адреноблокатора на бета-2 адренорецепторы. О чем мы боимся при влиянии на бета-2 рецепторы? Ну, в первую очередь уменьшение функциональных параметров легких, то есть мы боимся бронхоспазма. Его недостаточно, он с ними не связывается. Мы продолжаем, продолжаем, продолжаем наращивать концентрацию, ба-бах, достигнута некая определенная концентрация. Мы получили предельное практически связывание с бета-1 адренорецепторами. Наращивание концентрации приводит к тому, что препарат, ему деваться некуда, ему надо с чем-то связываться. У него маленький аффинитет к бета-2 адренорецепторам, но он все-таки есть. И вот эти остатки препарата, которые не связаны с бета-1 адренорецепторами, начинают связываться с бета-2 адренорецепторами. И вот здесь мы получаем уже по мере дальнейшего увеличения препарата нарастание побочного эффекта, нарастание силы побочного эффекта. Вот такова цена за продолжение наращивания дозы препаратов в тех случаях, когда мы пренебрегаем их относительной селективностью. Еще один момент, о котором необходимо помнить. Рецепторы, на которые воздействуют эти препараты, они подвергаются так называемой ауторегуляции. То есть, они сами себя, свою плотность на клеточной мембране регулируют за счет того, активно или нет мы воздействуем на них агонистами или антагонистами. Итак, смотрите. Если мы начинаем очень активно действовать на какие-то рецепторы, под влиянием этого активного действия происходит так называемая десенситизация. То есть, клеточная мембрана становится менее чувствительной к воздействию этого препарата. Вот эти ромбики, это, например, какой-то агонист рецепторов. Вот это вот схематическое обозначение самих рецепторов. Пошла стрелочка, полученный эффект. Итак, на пять ромбиков мы здесь имеем всего лишь два рецептора, с которыми этот леганд связался. И, соответственно, эффект у нас равен двум условным единицам. Причина. Плотность рецепторов низкая. Три леганда, три действующих вещества, что называется, ушли в воду. Они прошли мимо этих рецепторов, они не связались, им не с чем было связаться. Другая ситуация. Произошла сенситизация. То есть, наоборот, плотность рецепторов, она на клеточной мембране выросла. Мы дали ту же самую дозу препарата. Те же самые пять вот этих вот ромбиков-легандов. Они связались уже с пятью рецепторами. Соответственно, эффект мы получили в пять условных единиц. Вот простое объяснение графическое того, как одна и та же доза лекарственного препарата приводит к разному терапевтическому эффекту. Все зависит от плотности рецепторов. Плотность рецепторов, она зависит от ряда факторов. Для многих это конституционно определяемая плотность рецепторов, то есть это наследственный фактор. А в какой-то степени плотность рецепторов меняется в зависимости от того, насколько активно мы воздействуем на эти рецепторы. То есть, чем больше мы будем активировать эти рецепторы, чем больше мы будем атаковать эти рецепторы, тем меньше их будет на клеточной мембране. И наоборот, чем больше мы будем блокировать воздействие на эти рецепторы, тем большее количество рецепторов у нас будет появляться. К примеру, мы назначаем тот же самый бета-1 адреноблокатор. За счет блокады рецепторов количество рецепторов на мембране у нас начинает возрастать, потому что бета-блокатор противодействует активации рецепторов адреналином, клетка начинает по механизму обратной связи, так как на нее нет активного постоянного давления катехоламинов, она начинает экспонировать рецепторы на своей мембране. Да, они очень быстро тоже связываются бета-блокаторами. Резко отменим бета-блокатор. Что мы получаем? У нас очень большое количество рецепторов освободилось, и то же самое количество адреналина, которое без бета-блокаторов вызвало бы вот такой ответ, в данном случае вызвало вот такой ответ. То есть клинический ответ на воздействие собственного эндогенного адреналина вырос 2,5 раза. Это так называемый эффект отмены препаратов. Поэтому если препараты блокируют рецепторы, необходимо иметь в виду, что резкая отмена блокаторов любых рецепторов может привести к клиническому ребаунд-эффекту или эффекту рикошета, когда собственные молекулы, активирующие агонисты этих рецепторов, после отмены блокатора будут давать избыточный эффект. Ну и, наконец, буквально несколько слов о том, какие есть сигнальные молекулы, как устроен рецепторный аппарат клетки. Во-первых, это проходящие сквозь рецепторы, которые проходят через всю мембрану и связываются с каким-то внутриклеточным рецептором. Эти сигнальные молекулы могут проникать через мембрану, связываться непосредственно, либо они могут связываться с экстрацеллюлярным доменом. Эта часть, экстрацеллюлярный домен, это часть рецептора, которая проходит через мембрану клетки и находится снаружи этой клетки. И активировать интерцеллюлярный домен. А интерцеллюлярный домен, это та же часть того же рецептора, который находится уже по ту сторону клеточной мембраны. Терокиназозависимый, так называемый, рецептор. Элегант ворот ионного канала. Г-протеинзависимые. Здесь, если вас интересуют детали этих рецепторов, детали описания этих сигнальных молекул, так же, как и молекул, которые в клетке являются так называемыми вторичными мессенджерами или вторичными передаточными звеньями. Вторичные сигнальные молекулы, это циклические формы аденозинмонофосфата и гуанозинмонофосфата, кальций, фосфоэназитина. Я вас здесь отошлю к руководству Кацунга, где это все написано очень подробно и очень хорошо. Просто в качестве примера, какая разница клинически, какая разница между атакой и воздействием на вне- и внутриклеточных рецепторов. Вот пример. Например, возьмем лечение бронхиальной астмы. К примеру, давайте поговорим о том, что мы будем делать, если мы будем лечить приступ бронхиальной астмы путем введения бета-2-адреностимулятора, например, сальбутамола. Итак, вводится сальбутамол, он вводится, пшикается, в легкие вдыхается аэрозоль, он воздействует на бета-2-адренорецептор, а дальше происходит очень быстрый каскад реакции. От бета-2-адренорецептора с помощью использования гуанозин-3-фосфата отщепляется его субъединица, так называемый протеин G-альфа. Протеин G-альфа, в свою очередь, является активатором фермента аденилат-циклаза. Аденилат-циклаза – это фермент, который от АТФ превращает в циклическую АМФ, аденозин-монофосфат. Это энергетически зависимый процесс, здесь будет отщеплено два фосфатных основания. После чего появление циклического аденозин-монофосфата приводит к клиническому эффекту, который реализуется в расслаблении гладкой мускулатуры. В итоге у нас очень быстро, это занимает буквально секунды, а гладкая мускулатура, формирующая бронхиальное дерево, расслабляется, бронхиальный просвет расширяется. Соответственно, совершенно обоснованно является воздействие именно на поверхностные рецепторы с целью быстрого ответа и получения быстрого клинического эффекта. Бронхиальная астма лечится кортикостероидами. Каким образом будет действовать преднизолон в случае применения его при бронхиальной астме? Теоретическое объяснение. Можно ли приступ бронхиальной астмы купировать внутривенным введением преднизолона? Конечно, теоретически можно, но давайте просто посмотрим, каков процесс и сколько это займет времени. Итак, мы вводим преднизолон. Он связывается с рецептором кортикостероидных гормонов, который находится уже внутри клетки. Это внутриклеточный рецептор. То есть, преднизолону необходимо проникнуть в саму клетку. После этого от этого рецептора отщепляется так называемый белок теплового шока HSP90, который является как бы заглушкой для этого рецептора. После его отщепления в клетке начинаются процессы уже регуляции синтеза. Включаются определенные гены ДНК, которые приводят в конечном итоге к тому, что снижается воспалительная реакция, снижается реактивная фаза бронхов и развивается клинический эффект. Но так как здесь идет очень быстрый процесс, он моментально, он занимает секунды. А здесь этот процесс требует регуляции ДНК и требует определенного времени. И в этом случае у нас клинический эффект начинает появляться только через 30 минут, потому что все процессы, связанные с ДНК, это достаточно длительные процессы, требующие времени. Соответственно, клинический эффект мы получим, но мы получим его от 30 минут и более. Поэтому, наверное, это не самая лучшая идея для того, чтобы применять поднизолон при лечении именно приступа бронхиальной астмы. С другой стороны, вот этот эффект является быстро обративым, потому что эта связь динамическая. Сальботамол выпадает из связи с этим рецептором, этот эффект останавливается, эта цепь прервалась. Бета-2-рецептор снова находится в неактивированном состоянии. Здесь последствия этого, лечебные, терапевтические и, возможно, побочные эффекты, они будут сохраняться несколько часов, а то и несколько дней. Потому что, опять-таки, процесс запуска функционирования, активного функционирования определенных генов, он мгновенно не останавливается. И последний слайд, на который сегодня хотел бы обратить внимание. Каждое лекарство является ядом, вопрос только в дозе. Вы это неоднократно уже слышали. Но давайте посмотрим, каким образом у нас все-таки распределяется в популяции ответ на дозу лекарственного препарата. Это пример для кондесартана. Кондесартана целекситил – это препарат, который является антагонистом адгиотензина, препарат, который применяется для лечения артериальной гипертензии и для лечения сердечной недостаточности. И вот смотрите, там дозировка идет путем удвоения. 2,4 мг, 8 мг, 16,32 мг и так далее. Вот у нас кривая, описывающая эффективную дозу. То есть дозу, которая приводит к достаточному эффекту, например, снижению артериального давления на 50-50% от желаемой популяции имеется в виду. То есть здесь 50% – это количество людей, у которых достигнуто целевое артериальное давление на какой дозе. То есть у нас целевое артериальное давление достигается на 4-8 мг достаточно мало, 16 мг выше, ну вот в основном у 50% на 32 мг, у остальных требуются более высокие дозировки либо присоединение других каких-то препаратов. А вот эта вот кривая – это количество людей, которые реагируют на определенную дозу. То есть видите, где-то у нас пик после 32 мг появляется. То есть для наибольшей популяции пациентов эффективной является доза 32 мг. Дальше уже, конечно, экспериментальные данные. Это данные, полученные уже, естественно, не на людях, а на лабораторных животных. Что будет, если мы будем дальше повышать эту дозу, дальше удваивать ее? Дальше наступает уже токсический эффект препарата. И вот, пожалуйста, летальная доза. То есть у нас после 512 мг при пересчете той же самой дозы на килограмм массы уже у мыши появляется случай смерти. 50-процентная летальная доза у мышей у нас достигается в дозе эквивалентной 1024 мг уже у человека. Ну и далее по мере повышения этой дозы за 2 грамма достигается так называемый такой параметр, как 90-процентная летальная доза, то есть 90% животных погибает. И вот опять-таки здесь распределение количества особей в зависимости от токсической дозы. То есть по большому счету мы можем сказать, что если с конденсертанным целекситилом здесь приводятся данные сравнения на человеческой популяции его лечебного эффекта и токсического эффекта на популяции лабораторных животных, то для любого препарата точно так же можно выделить кривые, после которых начинают появляться побочные эффекты лекарственных препаратов. Потому что побочные эффекты лекарственных препаратов или неблагоприятные последствия терапии лекарственными препаратами. Это такие же дозозависимые проявления, как и основные эффекты лекарственных препаратов. Но об этом мы поговорим уже в следующий раз. А на сегодня все. Вы можете скачать эту лекцию. QR-код был показан в самом начале. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете в любое время открыть компьютер, обратиться ко мне. Если кому-то требуется дополнительная литература, я с удовольствием прошлю ссылки на эту дополнительную литературу. Большое вам спасибо. Продолжение следует...